сегодня мы с вами будем говорить о стратегическом управлении финансовыми с точки зрения системы выбранной нами для анализа и активно внедряющихся нашими специалистами во многих компаниях эта система 1с управления холдингом цель сегодня нашей нашего вебинара не совсем изучение или демонстрации именно системы 1с управления холдингом разбор принципов и возможностей которые предоставляет система для учета и управления корпоративными финансами финансами группы компаний также мы с вами обговорим инструменты планирования которые необходимы для ведения корпоративных финансов построения и принцип автоматизации централизованной системы рассмотрим источники фондирования финансовые показатели как они отражаются системе где можно их использовать насколько эффективно использовать их можно рассмотрим метод эффективного управления оборотным капиталом и валютными рисками давайте сразу начнем с построения и принципа автоматизации централизованной централизованной систем управления финансами компании но собственно ничего нового наверное здесь мы не откроем понятно что сейчас весь мир и в россии в частности стремится к централизованному построению управления корпоративными системами по статистике ежегодно компании которые переходят на подобный метод управления финансами растет растет достаточно широко соответственно и автоматизированной системы которые применяются для того чтобы управлять эффективно финансами централизованно развиваются достаточно мощно ну в нашей стране больше принято использовать системы корпорации 1с в частности управление холдингом именно это та передовая конфигурация которая позволяет охватить все необходимые функции управление корпоративными финансами построить организационную управленческую финансовую структуру компании холдинг группы компании и соответственно предоставить финансистам все необходимые инструменты для его управления если рассматривать собственно какую систему выбирать то здесь все таки наверное больше зависит от самой компании от того какие цели преследует компания можно говорить о том что централизованное управление корпоративными финансами снижает нагрузку на управление затратами в части финансов также можно сказать что у каждого из выбранных методов есть свои плюсы и есть свои минусы в частности централизованное управление если группа компании находится скажем территориально либо связано с часовыми поясами территориальными дальше страну страны если входят в группу холдинг понятно что требования к таким казначейств требования к таким системам она гораздо повышается потому что мы имеем разные подходы к оформлению счетов например компании разные временные периоды работы и так дальше система управления холдингом позволяет все это сделать сделать системе поддерживается несколько стандартов в частности стандарты 9001 частности поддержка счастов счетов и его нумерация по системе и бан соответственно организация корпоративного казначейства в этом плане несколько позволяет расширить возможности и соответственно эффективно управлять но зачастую все таки мы сталкиваемся с тем что децентрализованные системы также имеют место быть с чем связано ну в основном по мнению наших коллег это связано с оперативностью выполнения платежей срочностью платежей разбором платежей либо отсутствие корпоративной системы управления финансами вот что конечно же приводит дополнительным затратам на обработку формирование подготовку платежей и соответствующее если рассматривать структуру управления ликвидностью например понятно что все проблемы которые возникают на первоначальном этапе тянут за собой и в дальнейшем эти проблемы соответственно решать эти проблемы призваны системы именно для корпоративного управления финансами в частности по централизованному управлению что здесь какие характеристики можно выявить на самом деле есть несколько подходов для взаимодействия без его с централизованным казначейством первое это платежи планируется контролируется осуществляется полностью в центре соответственно от чего это идет разрабатываются необходимые инструменты разрабатываются с точки зрения управления финансами всего холдинга соответственно контроль контролирующие функции опять же передаются в центр то есть решающие решающие значения которые принимаются они принимаются централизованном центре вот полностью распределение платежей организация платежей очередность все это принимается в центре вот во втором варианте принимается решение только об акцептовании или отклонение конкретного платежа все исполнение платежей передается в дзо вот третий вариант это полноценное управление денежными средствами то есть единый центр выполняет целевые перечисления денежных средств дзо филиалы под контрель под конкретные расходы на заданный период времени что можно сказать с точки зрения организации либо внедрения такой системы нужно понимать что организация централизованного казначейства в компании должно рассматриваться первую очередь как проект не достаточно просто купить систему установить ее вот и использовать те инструменты которые система предлагает для того чтобы система действительно заработала необходимо провести подготовительную работу выявить и оптимизировать структуру управления финансами соответственно подготовить и может быть адаптировать под систему действующие регламента разработать новые регламенты какие-то управляющие документы внутренние документы компании внутренние документы по управлению платежами по передаче денежных средств поскольку система поддерживает очень многие варианты управления и распределение денежными средствами возможно стоит предусмотреть единый платежный день 12 это все зависит конечно специфики компании поэтому здесь важно понимать что в первую очередь выбор системы не влияет на то как компания управляется финансами влияет именно методология и те методики которые компания либо применяют либо хочет применять свои деятельности и соответственно уже интеграция действующих методик выбранную систему управления поджигами либо централизованного казначейства систем достаточно много управление холдингом на текущий момент это единственная система которая поддерживает именно централизованное управление финансами в группе компаний холдинговых структурах которая позволяет выстроить именно финансовую структуру с точки зрения управления финансами позволяет оптимизировать регламенты которые установлены или при приняты в компаниях но еще раз повторюсь что все это достаточно сложный достаточно трудоемкий с точки зрения подготовки процесс для того чтобы система систему можно было применить в полной мере понятно что одними казначейскими операциями система не ограничивается поэтому в системе предусмотрены необходимые варианты централизации платежей и схемы их взаимодействия коллеги я сразу скажу что значит презентацию вы можете скачать с нашего сайта после окончания нашего вебинара схемы которые здесь представлены по взаимодействию прозрачной поддерживается и непосредственно это методики которые уже заложены в системе и и соответственно каждая организация может для себя выбрать интересующую схему и соответственно применять в своей деятельности системе также налажен контроль казначейских операций в системе налажен учет платежей входящих и исходящих по множеству я бы сказал аналитик которые необходимы для эффективного управления в системе уже предусмотрены наборы согласования платежей с разными условиями система согласования она в принципе интегрированная для всех процессов не только для процесса управления финансом поэтому это целый механизм это целый алгоритм который достаточно емкий достаточно широкий для использования при этом нужно сразу отметить что знаний и привлечение именно айти службы с точки зрения программирования каких-то процессов именно по согласованию либо оптимизации действий здесь но зачастую по крайней мере в наших проектах мы стараемся минимизировать система позволяет перевести все в пользовательский режим система позволяет отдать определенные рычаги и инструменты для управления платежами их согласование маршрутами согласованиями согласующими без привлечения эти службы еще раз повторюсь вот соответственно здесь можно говорить о некой гибкости некоторым возможно новом подходе вот и соответственно расширение возможности и функциональных обязанностей на самом деле участников процесса у нас здесь в презентации представлено три схемы который можно взаимодействовать в системе реализован такой популярный наверное и важный это заявочный принцип вот при этом то что при том что можно сказать что заявка она платеж которая реализована системе она интегрирована в другие подсистемы то есть о чем о чем я хочу сказать что заявка на платеж не просто создается ответственными исполнителями которые будут заводить платеж она создается на основании очень многих документов в частности это заявки на затраты то здесь мы можем выстроить с вами определенный процесс и глубину заявки на платеж создаются из-под системы договоров немного скажу что в системе управления ходом реализован очень мощный инструмент это управление договорами и проектами договора имеют предустановленные типы виды операции их достаточно много и направление их не ограничивается только покупками какими-то продажами есть типы договоров о непосредственно касающейся финансовой службы но в частности это договора на привлечение кредитных линий кредитов организации валютных спопов и так дальше так дальше их достаточно много рекомендую при возможности вам обратить внимание на эту систему именно под систему управления договорами при этом хочу сказать что система достаточно гибко образно говоря бесшовно работает системой документа оборот поэтому нельзя сказать что какая-то система из них лучше или хуже или одна заменение внедрение систем управления холдингом скажем так позволит исключить и схемы в компании системы документа оборот если она у вас есть у них несколько иные задачи соответственно я думаю что наша компания обязательно пройдет дополнительный вебинар именно по подсистеме управления договорами их влияние и возможностям потому что о них можно быть очень долго вот в своем вебинаре сегодня я буду несколько раз обращаться именно к этой теме вот соответственно заявка на платеж согласование замечу что согласование здесь системе предусмотрено тоже разносторонние то есть в нашей практике случаются такие варианты что мы допустим согласовываем не заявки согласовываем реестр платежей при этом не исключается процесс согласования заявок на определенном уровне до определенного какого-то момента вот соответственно в системе также есть дополнительный механизм это оперативных планов вот оперативные планы они включают себя некоторый прогноз и установку лимитов один из вариантов установки лимитов для казначейских операций естественно что глубина установки лимитов глубина аналитики она варьируется достаточно широко от двух до шести аналитик который можно использовать для одной статьи движения денежных средств если коснуться именно справочника статьи движения денежных средств это интегрированный справочник поскольку систем управления холдингом включает себя уже настроен под систему бухгалтерско-регламентированного учета на основе конфигурации 1с бухгалтерия корп соответственно справочник движения денежных средств он является единым как с точки зрения регламентированного учета так и для целей управленческого учета и он используется скажем так на момент за счет расширения возможности за счет решения аналитики каждой статьи можно построить достаточно мощные инструменты для анализа для для прогнозирования и соответствующего соответствующих расшифровок результата это то что касается непосредственно построение самой системы и выбора метода и либо из метода управления централизованного и децентрализованного ну вот здесь представлена схема на самом деле каким образом в системе определяется или схема оперативного планирования управления расхода денежными средствами вот это скажем так общепринятая схема которая позволяет выполнять именно настройку проверку и уже непосредственно управление платежами соответственно что следующий вопрос который мне хотелось сегодня затронуть это наличие необходимых инструментов планирования прогнозирования и управления денежными средствами компаниями понятно что то чем мы говорим ваш заявка на оплату она является все таки казначейским инструментом но для того чтобы грамотно построить сам цикл управления денежными средствами одних заявок конечно же недостаточно поэтому и в системе предусмотрены дополнительные возможности это система отчетности эта система планирования в частности это то чем я уже сказал эта система управления оперативными планами включающие себя расшифровку статей движение денежных средств установку по периодам установку лимитом жестко система поддерживает несколько вариантов лимитирования это жесткое лимитирование когда в рамках одного периода вы устанавливаете лимит для статьи dds и дополнительных аналитик которые характеризуют и соответственно система соответствующим образом реагирует при нарушении либо превышение потолка этих это установленного лимита собственно как реагирует она не дает провести вам заявки предлагает выполнить ряд необходимых действий то есть какие действия можете выполнить вы можете при превышении лимита использовать лимиты по другим статьям вы можете лимит взять из другого периода и так дальше это жесткое лимитирование которое предусматривает ряд дополнительных действий либо манипуляций соответственно есть более мягкое лимитирование которое не заставляет делать вас вам дополнительные манипуляции не тормозит и не задерживает продвижение заявки на оплату до платежного календаря а соответственно предупреждает вас о том что лимит превышен на какую сумму он превышен за счет чего он превышен а также посмотреть историю платежей которые были осуществлены осуществлены по вашим аналитикам и соответственно уже выполнение дополнительных каких-то мер которые необходимо выполнить это уже зависит от непосредственно вашего регламента с которым вы работаете следующим инструментом о котором мы можем сказать это естественно платежный календарь это достаточно мощный инструмент но здесь нужно понимать что платежный календарь все-таки это инструмент планирование вот и соответственно построены именно от того что не собираетесь планировать соответ конечно же основные действия которые управляются платежным календарем они предусмотрены то есть платежный календарь строится на данных оперативных планов и либо заявок на оплату которые введены в систему это с точки зрения расходования денежных средств также платежный календарь строится на данных о безакцентном списании если это у вас предусмотрено вашими договоренностями с банками и соответственно с точки зрения поступления денежных средств платежный календарь работает с документом планированного поступления денежных средств которые также поддерживает возможность управления именно статьями движения денежных средств и аналитиками которые для этого предусмотрены например набирающий популярность в последнее время аналитический разрез как направление деятельности соответственно это у нас достаточно часто основная аналитика распределения основная аналитика учета статей движения денежных средств вот всю необходимую информацию система для себя платежный календарь имеет свой горизонт планирования то есть при настройке системы устанавливаете горизонт планирования который вам необходим то есть насколько он необходим платежный календарь работает с такими данными как платежные дни то есть это контролируется в том числе и первый раз это контролируется при формировании заявки то есть система может переносить платежи на ближайшие платежные дни и соответственно второй раз это делается проверка осуществляется уже на уровне платежного календаря платежном календаре вы управляете внутри групповыми операциями для таких операций не нужно создавать заявку это можно сделать непосредственно платежном календаре перевод со счетов со счетом на счет это естественно дальше платежный календарь показывает кассовые разрывы которые могут у вас возникнуть и соответствующие инструменты предлагает для их оптимизации это разбиение платежей это изменение дат платежей разбиение платежей происходит автоматически и разбиение платежей происходит в рамках одного платежного дня между счетами компании это можно осуществить это можно осуществить в рамках переноса платежей это можно осуществить как я уже сказал разбиение сумм платежения по датам платежа соответственно выстроить достаточно управляемый что ли механизм ликвидации кассовых разрывов при этом платежный календарь строится по типу счетов и по организациям входящих холдинг строится по валютам которые компания может использовать нужно понимать что здесь системе заявка на оплату это некий документ и инструмент для платежами но системы на самом деле скажем так внутри и платежного календаря и платежных поручений которые формируются в дальнейшем оперируют таким понятием как платежная позиция то есть один изначально при формировании заявки на платеж у вас формируется единственная платежная позиция после того когда вы начинаете работу с платежным календарем начинаете работу с заявками опять же перенос допустим на какую-то дату отличную от указанной даты желать или желаемой даты разбиение платежа формируется дополнительно еще такое понятие как платежные позиции нужно понимать что платежные позиции это не отдельные какие-то документы они связаны с заявкой на платеж и соответственно в дальнейшем эта связь не теряется и на самом деле платежные поручения которые формируются уже после того когда ваш платежный календарь будет сбалансирован платежные поручения формируется в автоматическом режиме перед этим также система предоставляет возможность управления уже непосредственно в самом объекте платежные поручения в частности по валютным платежам до заполнения некоторых аналитики если они нет возможности скажем автоматически на уровне заявки на платеж заполнить и соответственно после этого образно говоря управление платежными поручениями это рабочее место казначея так виртуально если его можно назвать соответственно уже непосредственно в этом рабочем месте вы формируете полностью платежные поручения можете сформировать реестр платежей которые дополнительно можно отправить на согласование как я уже говорил и соответственно применить те механизмы взаимодействия с банками которые у вас установлены зачастую основной инструмент которые мы используем конечно банк клиент вот соответственно автоматическая выгрузка и загрузка в системе предусмотрены в системе настроены в том числе и для иностранных банков вот если у вас есть дополнительные интересные вопросы именно по вопросу взаимодействия с иностранными банками можно обратиться к нам в компанию наши специалисты вам ну либо продемонстрируют либо покажут примеры настройки таких операций с точки зрения планирования и прогнозирования понятно что нужно также подходить и с точки зрения бюджета движения денежных средств построение бюджета движения денежных средств системе можно строить достаточно гибко что мы такие инструменты позволяет использовать для построения и управления бюджета движения денежных средств как я говорил это мощная подсистема управления договорами это бесшовная интеграция с другими системами управления которые применяются которые используются в компании либо группах компаний вот также можно настроить дополнительно к формированию именно прогнозы того же бддс который мы говорим так называемый калькулятор платежей сейчас мы начинаем его использовать достаточно часто что значит что мы понимаем под калькулятором платежей это на основании анализа на основании статистики которые есть компании конечно же не за один год а за несколько лет периоды всех разные можно выявить группу контрагентов с которыми мы так или иначе работаем достаточно стабильно работаем часто и мы уже четко понимаем условия договоров которые мы с ними заключаем и возможности контрагентов по оплате соответственно мы формируем с вами некий калькулятор на основе статистики и уже исходя из данных этого калькулятора мы с вами достаточно с большой долей вероятности можем прогнозировать статьи движения денежных средств в бюджете движения денежных средств с учетом накопленного опыта и имеющиеся статистики калькулятор мы используем в последнее время все чаще и чаще инструмент достаточно интересный позволяет скажем так управлять в том числе и подходами к заключению договоров с нашими контрагентами исходя из данных финансового цикла исходя из тех показателей ликвидности которые в компании применяются процесс достаточно нетривиальный скажу сразу потому что все таки нужно понимать что система управления холдингом это транзакционная система соответственно для того чтобы пересчитать или получить какой-то результат система должна выполнить несколько манипуляций то есть это конечно скажем так не так быстро но не так быстро если сравнивать с тем же экселем но при этом система использует достаточно много данных достаточно много данных анализируется достаточно много данных используется для расчетов вот соответственно здесь сравнивать с экселем возможно с экселями говорю как пример понятно что есть другие системы которые можно использовать может в данном случае не совсем корректно но при этом мы понимаем что точность данных анализ данных когда мы можем любую цифру проверить образно говоря использовать систему drilldown провалившись до первого источника все-таки качество наших данных в этом случае гораздо выше систем которые не используют интеграции бесшовные интеграции с другими системами вот также система позволяет с точки зрения корпоративного управления поддерживает уже возможность объединения всех счетов компании всех а выбранных счетов компаний так называемый кэшпулинг вот достаточно интересный и не такой скажем достаточно молодой инструмент которые кредитные организации предоставляют пользование вот в чем прелесть и подходы кэшпулинга на стороне банка организуется так называемый виртуальный счет группы компаний вот разные банки предоставляют разные условия смысл в том что в этот виртуальный счет объединяются несколько счетов несколько либо все счета компании либо отдельной группы компании вот и соответственно исходя из оборотов счетов банки могут предоставить различные условия по организации допустим расчета каких-то процентов на остаток и в этом случае остаток считается не на отдельном каком-то счете а на уже виртуальном счете который объединяет остатки по всем счетам при этом физического перечисления денежных средств в этом случае не происходит деньги остаются также на счетах компаний но при этом достаточно поскольку как бы инструменты предоставляемые банки позволяет вам например в некотором роде сократить расходы на управление процентным риском которые есть либо возникает если вы используете заемные средства вот система это поддерживает система это отслеживает систему позволяет непосредственно на этапе уже планирования либо открытия счета либо построения структуры предприятия рассматривать эти варианты повтор еще одним инструментом который поддерживает система это организация фиджирования ваших рисков которые могут возникать с учетом использования финансов в группе компаний либо холдинге это отдельно опять же подсистеме договоров это договора и инструменты валютные сфопы например можно организовать соответственно инструменты которые в них имеются позволяют анализировать достаточно эффективно и быстро вот включать возможности ваших инструментов в том числе и в управление платежным календарем рассчитывать возможные прогнозы поступления либо оттоки денежных средств с учетом всех ваших инструментов в общем достаточно серьезные и мощные инструментарии именно для планирования и прогнозирования а также источников финансирования в данном случае источники финансирования здесь у нас есть возможность рассмотреть не только дан те инструменты которые предоставляют нам кредитные организации в том числе и внутригрупового финансирования оценить анализ с точки зрения стоимости капитала и стоимости внутригрупового финансирования стоимости понятно что любые операции внутригруппы перемещения денежных средств внутригруппы они тоже имеют свою стоимость вот и соответственно как бы учитывать стоимость и привлеченного привлекаемого капитала и стоимость внутригруповых заимствований проводить анализ и соответственно выбирать необходимые инструменты которые позволяют также если говорить об инструментах то опять же посредством платежного календаря непосредственно в самом платежном календаре при возникновении каких-то кассовых разрывов либо наоборот излишек денежных средств непосредственно с платежного календаря есть возможность и сформировать образно говоря привлекать денежные средства в частности если у вас есть кредитная линия то кассовый разрыв может непосредственно с платежного календаря привлечь и уже без каких-то дополнительных манипуляций и посмотреть что происходит с вашим платежным балансом на текущий день вот так же самое работает и излишки денежных средств которые у вас возникают их можно непосредственно из платежного календаря разместить система автоматически создаст необходимые инструменты для отправки в банк и соответственно здесь дополнительных манипуляций то есть говорим на самом деле о сокращении затрат на управление денежными средствами и как бы оптимизации именно процессов управления денежными средствами с точки зрения понятно что функции управления финансами не только осуществление и подготовку платежей но это управление полного цикла управления финансами в частности это управление рисками то есть функции финансовых отделов зачастую и правильно наверное все таки возложить эти обязанности именно на финансовый отдел поскольку они непосредственно работают с денежными средствами а поскольку в последнее время деньги все таки становятся одним из самых ходовых товаров наших компаний риски которые связаны с этими процессами также должны быть идентифицированы должны быть выстроены инструменты управления этими рисками которые также поддерживает система предусмотрена отдельная подсистема управления рисками которая позволяет идентифицировать риск позволяет оценить этот риск спрогнозировать оценку с точки зрения изменения ситуации внешней ситуации в частности по валютному риску это изменение колебания курсов и оценка этих изменений на финансовое состояние компании выстроить операционную модель это также позволяет сделать система под операционной моделью понимается выполнение необходимых действий связанные с управлениями рисками то есть что в том или ином случае при достижении какого-то порогового значения риска система должна выполнять например там информировать всех ответственных пользователей о наступлении или приближении пороговому значению также система может автоматически пересчитывать какие-то показатели которые связаны с операционной моделью и которые на которые оказывается непосредственно влияние рисками а также предложить инструменты для хеджирования этих рисков вот ну в частности в автоматическом режиме может создаваться договора которые позволяют прописывать необходимые условия в автоматическом опять же режиме ну нужно понимать что в автоматическом режиме эта система предлагает то есть она прописывает все необходимые условия в этом договоре и предлагает соответственно пользователю оценить предложенные условия с точки зрения той модели которая в системе может быть заложена в частности последняя одна из наших там разработок или скажем использования данного механизма мы это делали для налогового мониторинга с точки зрения оценки рисков не получения денежных средств в торговой компании вот соответственно был разработан и описан и предоставлены соответствующие органы для понимания того как мы этими рисками будем управлять управлять соответственно другая модель которая которая система позволяет настроить используя это управление оборотным капиталом понятно что управление оборотным капиталом здесь достаточно важно иметь точные данные и хорошо идентифицируемые данные правильные данные вот которые построены в первую очередь наверное все таки на некотором статистическом прогнозе деятельности компании если конечно компания находится на устойчивом или достаточно устойчивом рынке используют достаточно устойчивые механизмы и инструменты для управления как правило с точки зрения методических рекомендаций мы разрабатываем дополнительные аналитические отчеты в частности здесь представлен аналитический баланс вот который позволяет оценить именно активы компании вот баланс представлен несколько может быть непривычном виде естественно система позволяет каждую цифру которая находится расшифровать посмотреть из каких источников данные были получены рассчитывать потребность рабочем капитале если она если а когда такая есть необходимость и в зависимости от этого выстраивать и оптимизировать те процессы которые оказывают существенное либо какое-то существенное влияние на построение всех процессов это аналитический баланс был разработан нами для нескольких проектов что можно сказать при его построении здесь целая цепочка переходов здесь это данные управленческого учета построены на плане что то есть в данном случае управленческие учеты были стандартизированы на основе принципов МСФО в чем здесь отличие здесь мы использовали дополнительный инструмент который опять же предоставляет система это управление финансовыми инструментами финансовые инструменты также построены на принципах МСФО соответственно с учетом механизмов использования и управления финансовыми инструментами мы создали дополнительные аналитические балансы и соответственно получили такие данные в дальнейшем аналитический баланс был выведен дашборд который позволял в оперативном режиме отслеживать все необходимые коэффициенты я как бы понятно что эти манипуляции и опять же эти отчеты они требуют некоторой проработки они требуют обязательной подготовки чтобы данные были все таки и сопоставимы и однозначно скажем так вот поэтому здесь мы используем еще одну подсистему управления это бизнес анализа в которую сейчас активно и очень скажем так стремительно входит дополнительный функционал факторного анализа использования функционала анализа что если основных показателей деятельности я уже не говорю для нас что ли достаточно такой распространенный инструмент это анализ всех коэффициентов ликвидности которые есть они также выводятся в дашборде также формируются в автоматическом режиме с заданной периодичностью и здесь мы говорим о том что инструмент достаточно надежный и достаточно часто используем для понятно что под систему управления оборотом капиталом здесь мы можем говорить еще об управлении запасами которые управление дебиторской задолженностью то есть какие инструменты для этого существуют это конечно разнообразное великое множество даже стандартных отчетов по дебиторской задолженности это анализ контрагентов это анализ и прогноз возможных неплатежей наших дебиторов это отчеты по срокам возникновения по причинам возникновения ну понятно что причины возникновения здесь в несколько находится несколько ручном управлении вот потому что все-таки это весь достаточно субъективное но при этом опять же инструменты которые с управлением и холдингом позволяют нашу наш инструмент управления той же дебиторской и кредиторской задолженностью разложить по полочкам выделить существенные моменты прогнозировать и наложить наш прогноз на текущее состояние и на планированное состояние нашего того же бюджета денежных средств до конца какого-то планированного периода это год соответственно вся прогнозная отчетность которая строится как по планам так и по фактическим данным строится на основании прогнозов которые система делает в автоматическом режиме нужно понимать что в автоматическом режиме это конечно требуется некоторая настройка параметров прогнозирования они не всегда возможно тривиально стандартный подход это с учетом факта предыдущих периодов и с учетом наших возможностей управления изменения факторами изменений которыми мы оперируем опять же вот соответственно это какие подходы могут избраны это изменение условий платежей это изменение процентных ставок если мы говорим о взаимодействии с кредитными организациями это опять же возвращаясь уже непосредственно к казначейству именно с точки зрения это управление единым платежным днем это строгое соблюдение установленных бюджетов и лимитов это строгое управление таким понятием как резервирование в системе предусмотрено дополнительное понятие так называемое резервирование денежных средств и вообще активов которые мы можем использовать что это значит у нас есть дополнительный вебинар по этому вопросу именно по использованию подсистемы лимитирования и резервирования то есть образно говоря вы для каждого аналитического разреза который используете при построении платежного календаря либо бюджетов денежных средств можете зарезервировать четко понимая что эти денежные средства в частности денежные средства будут подвращены именно на аналитику планирования для которой они были предусмотрены система управления финансами активно развивается в систему постоянно добавляются новые возможности с учетом меняющихся требований например центробанка вот с учетом пожеланий наших клиентов которые мы обязательно передаем непосредственно в компании DNS с которыми мы достаточно часто общаемся обсуждаем методики которые предлагаются для тех или иных инструментов вот поскольку мы все-таки занимаемся больше практикой внедрения проектов соответственно 1С старается с нами поддержки хорошую связь являемся одними из лидерами по внедрению подсистемы 1С управления с конфигурацией 1С управления холдингом компания которая достаточно известна на рынке собственно и услуги которые мы предоставляем это не только внедрение непосредственно конфигурации с точки зрения автоматизации но и помощь в разработке необходимых регламентов необходимых управления в том числе денежными средствами в компании работают достаточно квалифицированные специалисты которые имеют необходимый опыт необходимую квалификацию которая подтверждается сертификатами отзывами в том числе что немаловажно от других компаний о деятельности нашей компании можно посмотреть на сайте можно посмотреть в том числе на сайте 1С наши рейтинги что можно сказать еще сейчас дополнительно компания 1С выпустила такую конфигурацию которая уже замахнулась прямо на решение больших задач система называется 1С управление холдингом данная конфигурация объединяет себя в себе все лучшие практики при отдельной конфигурации 1С ERP и соответственно все лучшие практики и все инструменты которые объединила конфигурация управления холдингом под систем система новая конфигурация достаточно мощная и позволяет решить практически все задачи не только по управлению финансами но позволяет использовать инструменты по управлению операционным циклом компании финансовым циклом компании организовать практическое взаимодействие и рассмотреть результаты влияния одного цикла с другим и так называем и так же ну это не прям не совсем новое скажем так позволяет все-таки внедрить систему разработать систему контрольных соотношений которую мы тоже достаточно часто начинаем использовать то есть это контрольные соотношения между показателями деятельности в том числе финансовой и операционной это система управления ожиданиями которая построена как раз таки на подсистеме управления рисками и прогнозирование вот собственно все о чем я хотел вам сегодня рассказать коллеги вам спасибо спасибо